Патриотизм народа России это неразрывно связанные между собой вещи. Мы рады, что этот форум проходит и в Магадане, завершается в Магадане. Погода у нас сегодня морская, нам не страшно. Мы рады, что у нас в гостях военные моряки. Мы рады, что присутствие военных моряков в Магадане будет сохраняться. Я хочу поздравить всех с этим праздником, опять же праздником единства армии и народа. В минувшую субботу в Магадане завершился военно-технический форум «Армия-2021». Мероприятия в рамках форума проходили в течение двух дней. Стоит отметить, что Магаданская область принимала в нем участие впервые. Форум проходит практически во всех регионах нашей страны, но основная его площадка проводится в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в подмосковном Алабино. Магадан впервые стал частью этого яркого события. С 26 по 28 августа для магаданцев и гостей колымской столицы была представлена уникальная возможность побывать на борту малого гидрографического судна «Александр Рогоцкий», посетить выставку военной и специальной техники, научно-деловые и культурно-художественные мероприятия. Сегодня действительно завершается замечательное мероприятие. Было много сомнений проводить, не проводить, но оно прошло и прошло с результатом. Цели этого мероприятия достигнуты. Те, кто живет в нашей стране, будут чувствовать себя еще увереннее, что они всегда защищены. Те, кому предстоит пойти в армию, будут считать это самым счастливым днем в своей жизни. Для нас, для магаданцев, вы вселили тоже уверенность в том, что действительно мы морской город и военно-морской флот, он всегда рядом с нами. Спасибо всем, кто помогал провести это замечательное мероприятие. На торжественной церемонии закрытия форума глава муниципального образования город Магадан Юрий Гришан вручил благодарственные письма. Среди награжденных был молодежный патриотический клуб «Наследие», к слову, которому в этом году исполняется 5 лет. В этом году наш клуб отмечает юбилей. Нам исполняется 5 лет. И за эти 5 лет мы набираем обороты. Очень активно приходят новые юноши, девушки, которые хотят заниматься, которые планируют поступать в высшие военные училища. Сейчас у нас, буквально несколько дней назад, пришли хорошие новости из Хабаровска. Наш курсант поступил в институт ФСБ в Хабаровске. И сейчас будут проходить службы обучения там. Конечно, мы надеемся, что будет больше именно тех, кто планирует занимать патриотическим воспитанием. Напомним, военно-технический форум – это площадка для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, военной техники и военных технологий. Торжественная церемония открытия прошла в четверг на площади Магаданская. Спецтехнику выставили региональные спасатели и Росгвардия, пожарные машины, вездеходы и штабные автомобили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова